Взяли зонты и встали на лыжи. Необычный забег прошел сегодня в Сокольниках. Участникам нужно было преодолеть трассу, держа при этом в руках раскрытый зонтик. Новая лыжня отличается от других всепогодностью. Ей не страшны перепады температуры и темное время суток. Среди болельщиков был и наш корреспондент Виталий Калашников. Он все расскажет и покажет. Лыжи, палки и спортивный костюм на зимней трассе видеть привычно. А вот зонтики вроде бы имеют отношение к другому сезону. Но на лыжню этих бегунов выпускают только с ними. Зато без возрастных ограничений. Готовила заранее, узнала, что нужно креативный. Подготовила креативный зонтик. Почему так решили его оформить? Ну, Новый год скоро на носу у нас. Вот со снежинками. Главным образом понять, как его держать. Или без палок ехать, или с палками, с двумя руками. Я не знаю. Главное, не выкладывать себе глазами. А зонтик у вас будет? Уже готов. Сейчас на кре-покре-то наденем и вперед. Вполне. Только надо его настроить как следует. Зонт лыжам не помеха. Главное, чтобы снег был. А на этой трассе он, по словам организаторов забега, должен продержаться дольше всех в городе. Эта трасса в парке Сокольники особенная. Называется она всепогодная. То есть по ней можно ездить на лыжах даже при плюсовой температуре воздуха. Потому что сделана она специальным образом в несколько слоев. Сперва слой естественного снега, потом слой искусственного снега, и потом вновь слой естественного снега. По этой трассе бегущие под зонтами преодолели расстояние в полтора километра. 750 метров в одну сторону и столько же в другую. Очень неудобно, но очень весело. Мало того, что ветер набирает, а еще держать неудобно. Необычно ехать. Не очень удобно, но потом просто палку долой, зонтик остался в руке. С рук не улетал, а за деревья цеплялся. Всего в Сокольниках 14 лыжных трасс общей протяженностью 45 километров. Но зимние развлечения в парке на этом не заканчиваются. Зимние парковые игры, где будут представлены практически все зимние виды спорта, которые можно попробовать в парке. Это и коньки, и лыжи, и тюбинги, и новые виды спорта, такие как скоростной бадминтон, в который можно играть и зимой. У нас одна из самых больших искусственных горок в Москве. Протяженностью практически 200 метров. Можно скатиться на сноутюбинге. В 30 городских парках оборудовано 45 катков. В городе работают лыжные трассы, тюбинговые и ледовые горки. Открыто 12 школ фигурного катания и 7 хоккейных школ. Уже оборудованы места для крещенских купаний и рыбной ловли. Зимними видами отдыха можно насладиться в разных районах города. Лыжные и беговые трассы есть в парке Олимпийской деревни, ландшафтном парке Митина, в парке Сокольники открыт каток. В парке Горького на Пушкинской набережной работает сноубордическая горка. Тюбинговые и ледовые горки есть в Таганском парке, в Филяхе и в парке Олимпийской деревни. Работает даже прокат зимних велосипедов. Их можно найти в парке Кузьминки и Садовники. А в Перовском парке открылась школа снежных искусств. В этом году мы по-прежнему продолжаем развивать зимние активности в парках. А у нас те парки, которые мы только что открыли, как, например, парк Олимпийской деревни, тоже будет активирован зимой. У нас будет работать с лыжной беговой базой. У нас будут проходить дополнительные тренировки по фигурному катанию, по хоккею, по конькобежному спорту. Скоро запустим тоже серию тренировок. Мы просто каждый год повышаем количество и качество возможных зимних развлечений в парках, которые могут быть доступны москвичам. Вообще зима – это такой период, в который можно делать то, что в другие времена года просто не получится. Хотя бы потому, что зимой есть снег. Можно, безусловно, накататься на коньках, на лыжах, с горки лепить снеговиков и вот играть в снежки. Виталий Калашников, Сергей Семенов и Евгений Солдатов. Москва, 24.